Не делай добра, не получишь зла. Мужчина заступился за товарищей и получил нож в шею. На одежде 63-летнего фигуранта обнаружен биологический материал. Чем закончился алкогольный вечер? Звонок с последствиями в Беларуси пресекли незаконную деятельность мошеннических колл-центров. Задержан по зрению в совершении действия относительно телефонных звонков. Как злоумышленники разводили на деньги? Полный контроль. Госавтоинспекция Бобруйска провела рейд. О пассажирах и о других водителях мы заботимся в первую очередь. Какие правила должны соблюдать перевозчики? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Покусился на святое. В Могилеве милиционера задержали педофила. 35-летний мужчина летом прошлого года познакомился на улице с 9-летней девочкой. Предложил угощение и заманил ее в подъезд. Там фигурант совершил сексуальное насилие над малолетней. Известно еще о четырех жертвах педофила. Кроме того, любитель помладше не только подвергал потерпевших развратным действиям, но и изготавливал порноконтент с участием детей. Сколько им было лет примерно? По 2 лет 8-10. Перед тем, как пойти в подъезд, ты сказал ей, что купишь ей конфеты? Да. Конкретно где трогал? Даже на хирурган. Следователями возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Уважаемые родители, напомните детям правила безопасности. Объясните, что нельзя разговаривать с неизвестными и соглашаться на предложение куда-либо с ними пойти или сесть в машину, принимать подарки. При подозрении о совершении преступления в отношении ребенка немедленно сообщите об этом в милицию. Сегодня друг, завтра враг. Судебные эксперты поставили точку в громком преступлении. 50-летний житель Чаус еще в ноябре 23-го распивал спиртное в компании двух братьев. Застолье перешло в конфликт. Старший упрекнул младшего в беспорядке, ударил осколком от чашки и отправил спать. Гость заступился за обиженного, однако агрессивно настроенный хозяин не потерпел нравоучения и нанес ему несколько ударов ножом. Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшего наступила в результате острой кровопотери. По изъятым с места преступления следам и объектам проведены судебные экспертизы. Исследованы следы обуви, образованные на полу наслоением крови. Установлено их совпадение с отпечатком подошвы ботинка обвиняемого по общим признакам. По результатам судебных генетических экспертиз на одежде 63-летнего фигуранта обнаружен биологический материал, в том числе кровь потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Грязный бизнес в Беларуси пресекли незаконную деятельность мошеннических колл-центров. С февраля 20 по январь текущего года злоумышленники делали холодные звонки и предлагали подзаработать на онлайн-инвестициях. Взамен обещали гарантированный доход и выплаты. После согласия воры скидывали фейковые интернет-ресурсы. При переводе средств они создавали видимость заработка. А при попытке вывода денег переставали выходить на связь. Следствием установлено более 5000 потерпевших. Задержан по зазрению в совершении действий относительно телефонных звонков клиентов из различных стран с целью предоставления бракерских услуг заведомо ложных. В связи с чем совершал мошеннические действия. В результате обысков изъяты компьютерная техника, мобильные устройства, бухгалтерская документация. 12 автомобилей общей стоимостью 200 тысяч долларов и наличные в такой же сумме. Задержано более 50 участников организованной группы. 48 человек заключены под стражу. Любитель фейков, житель Белыничий, сбывал фальшивки. 31-летний мужчина вместе со своим подельником предлагал на рынках Бабрюска и Кировской купюры номиналом 5000 российских рублей. Всего они успели сбыть 30 фальшивых банкнот. При обыске автомобиля задержанного правоохранителя изъяли паспорт и водительские права, но оказалось, один из документов – также подделка. По результатам экспертизы установлено, что паспорт Российской Федерации изготовлен предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, однако подвергался техническому изменению. Заменена часть слоя листа на страницу с установочными данными. На это место наклеен новый слой бумаги с текстом, включающим фамилию, имя и отчество, и фотокарточкой. Дорогая подработка. В Могилеве по горячим следам задержали мошенников. Милицию обратила 72-летняя пенсионерка. С жертвой связался лжеследователь, который рассказал, ее родственница стала виновницей ДТП. Решить вопрос реально цена – 20 тысяч долларов. Потерпевшая передала деньги паре курьеров. Таким же способом задержаны завладели деньгами еще двух жительниц областного центра на общую сумму более 85 тысяч рублей. В течение нескольких часов сыщики установили личность и заряжали подозреваемых – жителей Смоленска. Они признались, что нашли незаконную подработку в мессенджере, при этом осознавая, что за это им будет грозить уголовная ответственность. К слову, осуществить задуманные арестованные не успели. Чужие деньги так и не дошли до адресата. Поэтому в полном объеме возвращены потерпевшим. В отношении россиян возбуждены уголовные дела. В стране появится единый реестр перевозчиков. Жесткие меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров. Сотрудники ГАИ в Бабрюйске держат руку на пульсе и внимательно следят за ситуацией на дорогах. В рейд отправилась и наша съемочная группа. В районе авто и ЖД вокзалов немноголюдно. В пять вечера все спешат домой. К родным и близким людей отвозят белые маршрутки и легковушки с шашечками. Однако сотрудники ГАИ не дремлют, тормозят машину за машиной и проводят тщательную проверку. Смотрят документы, напоминают о правилах перевозки пассажиров. Нарушений не обнаружено. Бабруйские водители добросовестно относятся к своей работе. О пассажирах и о других водителях мы заботимся в первую очередь. Потому что мы все участники движения и без этого никак. Пассажиров всех пристегиваем, обелечиваем. Так что все в порядке. Не осуществляем движение, пока не пристегнутся все полностью в салоне, в том числе и водители. Несмотря на положительную статистику, нарушители иногда бывают. За 2023-й в Бабруйске к административной ответственности привлечены 532 маршрутчика. Из них 74 водителя не соблюдали условия перевозки пассажиров. Четверо нарушили правила обгона. 155 проехали на запрещающий сигнал светофора. Госавтоинспекция напоминает водителям маршрутных транспортных средств и такси. Будьте предельно внимательны и осторожны. На вас лежит ответственность за жизнь и здоровье перевозимых пассажиров. Игнорирование правил дорожного движения может привести к совершению ДТП и серьезным последствиям. А также влечет за собой ответственность в предусмотренную законодательством. Ноу-хау коснется городских и междугородных маршруток, такси. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу водителей. За 9 месяцев 2023-го в стране проверено свыше 10 тысяч автомобилей. Нарушений – более 9 тысяч. В Бобруйске за октябрь-декабрь прошлого года изъято 6 авто. Кто не включен в данный реестр, оказывается вне закона. Его деятельность будет выявляться и пресекаться контролирующими органами. То есть тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками в реестры ты – иди вози. Правила будут тоже установлены. Если тебя там нет и, не дай бог, ты занимаешься этими перевозками к Убракову и к Тертелю, там места еще у нас есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали. В реестр будут включены сведения об автомобильных перевозчиках, о транспортных средствах, о водителях, о диспетчерах в нерегулярном сообщении, о диспетчерах такси. Установлено, что является незаконной и запрещается транспортная деятельность, а также деятельность водителей в нерегулярном сообщении без включения в реестр. За включение в реестр указом предусмотрена госпошлина. Нововведение в виде официального реестра позволит выдохнуть спокойно. Теперь можно точно знать в лицо того, кто отвечает за безопасность. Правила созданы не для того, чтобы их нарушать. Это была «Сирена», ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рьянц, увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok